Режиссер-аниматор Гарри Бардин снова в Иванове. Последний раз он приезжал в текстильную столицу в 2011 году в качестве почетного гостя фестиваля «Зеркало». Тогда он привез на суд Ивановской публики свой полнометражный мультфильм «Гадкий утенок». В этом году Гарри Бардин приглашен на ярмарку «Умная книга». Он привез свои мемуары под названием «И вот наступило потом». Книга о детстве и о том, как пришел в профессию. Словом, описал все то, что когда-то пережил. В качестве иллюстрации, картинки и собственных мультфильмов. И потом был стимул. Я писал в студию, а у нас в половине третьего обед. И вот в половине третьего я иду на обед, а после чая мои коллеги ждали очередной главы. И у меня был стимул к половине третьего написать очередную главу, чтобы зачитать ее потом за столом. Ну вот я за два месяца ее написал. Легко. Для Ивановской детворы Гарри Бардин привез новый мультфильм «Три мелодии». Работа над ним закончилась совсем недавно. Это три мелодии. Это три музыкальных классических произведения. Объединяет три сюжета только название. Три мелодии. Это совершенно три такие философские притчи. В разных материалах, в разных техниках сделаны. Я делал его два года. Гарри Бардин много ездит по стране со своими мультфильмами. Говорит, что дети везде одинаковые. Они любят собираться в кинозалах, а потом обсуждать его картины. На показ приходят школьники, учащиеся в колледже и лицеев, воспитанники детских домов. Для детей из детских домов. И для них фильм «Гадкий утенок» оказался, в общем-то, знаковым. Потому что они порой ощущают себя гадкими утятами. И меня сразил вопрос от того мальчика, который спросил меня, а почему гадкого утенка никто не любит? Я боялся этого вопроса. Но им нужно дать надежду. Я надеюсь, что я своим фильмом им это дал. В 2011 году «Гадкого утенка» показывали в областном центре культуры и отдыха, который расположен на улице Карла Маркса. Тогда хрипы Ивановской аппаратуры очень расстроили режиссера. В этот раз зал тот же. Однако Гарри Бардин был настроен позитивно. И прошлые неполадки вспоминать не захотел. Елена Белова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.